Пошла игра, последний раунд, ФНАТИК. Нави играют, защита. Эдвард, Эдвард! Эдварда! Ребята, давайте без интро. Тускан зарелизили в воркшопе и у меня прям хватает эмоций. По первым ощущениям он почти такой же, как в 1.6. Алды на месте вообще? Ладно, давайте пару моих хайлайтов с гибердетства. Ну что, давайте для начала пробежимся по новому тускану, посмотрим, что вообще здесь наделали, что изменилось, что добавили, что вообще происходит. Пока что под большим вопросом, выйдет она в официальном мапуле или нет, но ждали эту карту кучу лет и я думаю, что все-таки, наверное, должны добавить. Что в этом случае удалят? Мираж какой-нибудь или овер, чего очень бы не хотелось? Пиши обязательно в комменты свои варианты и нужно ли тускан добавить. И после того, как мы пробежимся по тусканчику, все посмотрим, возможно, мы поищем какие-то гранаты, подумаем о мете и даже, возможно, сыграем. Так что никуда не уходи и не забывай, что хеллстор дарит тебе 2,5 доллара на игру совершенно бесплатно. Промокод RASHBI на 2 доллара при регистрации и еще один в закрепленном комментарии. А мы, как обычно, пойдем порубимся в колесо, а потом во что-то еще залетим. Так, ну че, есть один план в колесе, ставлю 11 баксов на x2 и 5 баксов на x5, если выпадет или то, или другое, буду в плюсе, давайте глянем. Ага, x2 вылетает, это, кстати, вообще самое частое, что падает. Еще разочек на нее, перед этим было x3. Отлично, спасибо, до свиданица. Пробьем апгрейд на высоком проценте. А, ну, я понял, бывает, получается. Коинфлип точно вернет, мой любимый режимчик. Делаю один маленький на 4 бакса и большой на 20. Давай, мальчишка, сюда. Угу, легко. Еще и второй залетел, нормально. В целом, как и планировалось. Не забывай, что на хеллсторе есть приз дня и розыгрыш, а режимов выполнения хватает на любой вкус. И промо не забудь. Короче, хочешь повеселиться, бери мои промо-коды и беги на хеллстор. Но не заигрывайся, пожалуйста. Ну что, господа, вот мы и на тушканчике. И вообще, первое, что видится, это неплохая стилистика в стиле Италии, как раз. Мы видим флаг, и тут реально все в этом стиле выполнено. Визуально мне пока нравится. Я, естественно, побегал до записи немножко, посмотрел, что здесь происходит. Много деталей всяких, очень прикольно выглядит. Также первое, что бросается в глаза, это, что карта огромная. Она была и в 1.6, не маленькая, но здесь прям расстояние приличное. И не только расстояние, здесь очень много всяких нычек, всяких позиций. Я именно о том, что даже вот на сайте, посмотрите, сколько нычек, сколько оффэнглов, сколько позиций. Это реально будет довольно сложная карта. Здесь еще несколько уровней, то есть можно запрыгивать, ну, как в старой 1.6, естественно. Но в целом нужно понимать, что если эту карту не будут менять, не будут обгрейдить никак, то она реально большая, и на ней будет очень сложно рвать тайминги и все остальное. И второе, это реально высокие здания, высокие скайбоксы. Да, есть места, где можно кидать гранаты нормально, и их найдут еще больше. Но, например, с тех же котов, кстати, эта позиция называлась коты, если что, вот отсюда фиг раскинешь, что надо, то есть оно как-то вот так летит. Поэтому придется раскидывать уже откуда-то отсюда, закрывать вот там смоком. Я, кстати, его нашел, сразу вам покажу. Смотрите, смотрите. Под веревочку немножечко ниже и полетел имбовенький смочок у нас. Вот так, одним смоком все отрезали. Хорошо. И уже после этого под кавер от тиммейта какой-то придется раскидывать, я не знаю, там вот какие-то такие молики, еще сайд-молик. То есть это все надо будет придумывать, тестить. Дальше посмотрим, что-нибудь поищем. Но речь именно о том, что мне не особо понравилось. Первое, что бросается в глаза, это А, очень большая карта на самом деле. И Б, мало мест, пока что я нашел, чтобы круто раскидывать, но это там, где я хотел. Так, ну и давайте в целом изучим карту. На самом деле на 1.6 очень похоже, все позиции практически идентичные остались. Вся структура, вот по крайней мере на А я сейчас бегаю, все очень похоже. А, здесь дырочки нет, а раньше здесь была дырочка, можно было пикселечек ловить. Но есть простые, насколько вы видите, то есть деревяшечку можно будет шить с обеих сторон, очевидно. То есть даже здесь оставили идею. Шо по Андеру у нас, самая любимая позиция на Тускане у всех была. Ну, здесь неплохо можно будет занимать, но я думаю, что внутри тоже будут играть люди. Раньше некоторые даже в парах играли. Специально окошечко для прострела, видимо. Но я думаю, эта железка тоже будет шиться, потому что дверь тонкая, просто меньше урона будет. Окей, тоже прикольно придумали. Ну, кстати, в Андере не особо крысовых мест таких и имеется. То есть какие-то ожидания поджимов от атаки вот будут. Ну и спуск вот такой вот с таспауном. Так, можно ли на Миду будет делать буст с АВП? Ну, в пиксель, кстати, можно будет, сидя. Да, нормальная тема, кстати, вот здесь становится человечек. Но вообще, насколько я помню, как мы играли. Получается, кидается вот такой смачок. Один человек душит отсюда атаку. И второй с шарта. Ну, тут уже Эдвард, Эдвард, Эдвард. С шарта, видимо, тоже сетапы будут дефолтные. Падаем с окошечка. Ну и под флешку какой-нибудь там что-то такое, наверное, будет залетать. Ну да, в этом духе сразу видим выход с таспауна. Ну и явно будет много парных поджимов с Миду, с Окна, со всего остального. Но я вообще играл Б, я играл Банан в основном с АВП. Надо посмотреть, что у нас происходит там. Ну здесь, опять же, все идентично. В целом, по поворотам, по траекториям примерно все то же самое. Только ящик поменьше, чем был в 1.6. На него, по-моему, нельзя было просто стоя запрыгнуть. Поэтому здесь теперь можно будет аимиться типа на хэршотик. Но это, возможно, даже и прикольнее. Что по банану слышно? В общем, визуально как будто меньше, чем в 1.6 по длине. Но здесь появилось вот это вот, вот это вот. Я не помню, было оно, не было. Вот эта вот нычка. Соответственно, за КТ тоже будет попроще занимать. Честно, врать не буду. Я не помню, было ли это в 1.6 уже. Но здесь, в целом, действовать можно хорошо. Запрыг, да, верхний коридорчик. Да все, да слушайте, все на самом деле почти такое же. И на Б мне вообще нравится. Посмотрите, сколько здесь прикольных оффэнгловых позиций. Чем-то напоминает Бена Инферно, да? То есть можно будет занимать вот тут. Очень классно, очень классно. Почти ничего не изменилось. Ребята, молодцы, воссоздали. Очень круто, мне очень нравится пока что. И отсюда приемочка будет дефолтная. Все то же самое, класс. Тут нычки нет глубокой уже, это обидно. Вот отсюда принимать уже так не получится. Ну, да ладно. Опять же, я думаю, здесь на А куча будет бустов. То есть селф-буст у нас, по идее, только здесь. Но я думаю, можно будет забуститься сюда. Мы это позже проверим. Запрыгнуть, по-моему, нельзя. Тоже оффэнгловая позиция. Блин, ну я думаю, будет довольно сложно здесь играть. Реально, повторюсь, карта большая. Куча разных бустов, ящиков, уровней даже хватает. Но это не может не радовать лично меня. Надо будет еще нам попозже проверить тайминги. То есть остались ли такие, что атака все-таки чуть раньше успевает сюда, чем защита. Проверить, кто куда раньше выходит. Но, по идее, все должно быть, опять же, так же, как и было в 1.6. Потому что визуально расстояния примерно такие же. Никаких лишних вещей не особо добавлено. И более-менее все должно совпадать. Это очень круто. Давайте вспомним, какие сетапчики здесь были обычно за КТ. Насколько я помню, обычно по дефолту игралось 1Б опора. Ну, второго игрока мы в окне не считаем. И упор шел на мид. Плюс два человека играли на А. Иногда пушили вдвоем окно. Занимали вот эту всю зону. Отжимали. То есть игрок даже вместо банана на Б, вот этого вот, мог пойти вторым в окно. Сюда мы успеваем раньше атаки по таймингу. Ну, опять же, если атака кидала флешки и сюда какие-нибудь смоки, то они, получается, заходили практически на пустое Б. Что касается Апланта, тоже играли по-разному. Вы сами понимаете, что нужно будет забирать сквики. Иногда одного игрока агрессивно туда отправляют. Он может сыграть в итоге и люркера, и там неожиданно кого-то принять. Но чаще все-таки люди играли вот тут, на оффэнглах всяких разных, вот здесь. Потому что, как минимум, быстрее перетяжка на другие места. И нужно халповать вот коты, дефать тому же Авику. Авику, на самом деле, тут тоже очень удобно. Он может играть и мид спокойно, забирать правый выход, левый выход. Но чаще всего игрался Авик вот так, а мид забирал что-то вот как-то отсюда. Но поверьте, насколько я помню, с 1.6 агрессивная защита, это очень круто на тускане было. Как минимум, мид занимался практически всегда. КТ сюда неплохо успевают, могут раскинуть смоки флешки, могут запушить как Б, так и А начало вот здесь, стартовые зоны. Я думаю, можно будет очень много крутого всего придумывать. Опять же, не знаю, введут ли эту карту в официальный маппул, но, во-первых, я очень бы этого сильно хотел, это бы освежило очень сильно игру. Во-вторых, супер ностальгия и все довольно идентично практически, как было в 1.6. Ну и в-третьих, здесь столько всего можно придумывать за обе стороны, что просто диву даешься. Да, сюда забуститься походу не дадут. Можно было бы тройной буст какой-нибудь замысить веселенький. Как-то нелогично, должно кончаться было на оранжевом, но можно поставить немножко сюда. Короче, пока мы не перешли к подробному обсуждению сетапов, я просто посмотрел немножечко карту, изучил. Мой вердикт такой. Во-первых, она выглядит, ну, практически, на самом деле, готовой. Текстуры меня смущают не сильно. Да, в 1.6 тускан был более такой бежевый, равномерный, не резало глаза ничего, но здесь, в целом, это все не бесит. Второе, я думаю, что вот здесь все-таки, ну, подопустить бы чутка скайбоксы и здания. Но это мое мнение, и, скорее всего, в итоге, если карта выйдет такой и выйдет, то это никому не будет мешать, и все придумают нужные какие-то гранаты. Может, это какой-то дисбаланс будет носить, я пока не знаю. И в-третьих, что самое главное, ну, реально, все почти такое же, как было в нашей старой 1.6. То есть, примерно те же расстояния, примерно те же углы и структура карты, то есть, не добавили никаких новых выходов входов там, ничего такого. То есть, все примерно остается так же. Четвертое, очень много крутых позиций сразу. На первый взгляд, куча бустов, куча всяких оффэнглов, куча всего интересного. Ну, и опять же, вспоминая 1.6, сначала показалось, что карта реально прям огромная, еще учитывая андер, который там через полкарты идет. Но все-таки, на самом деле, ну, не такая уж она и смертельно большая. То есть, тот же Эншент, мне кажется, ну, примерно такой же по размеру. Примерно, конечно. Ой, ну и тут такой же препчик из-за ящика. Очень приятно, блин, очень радует. Я боялся, чтобы они не наделали какой-нибудь новой темы, что-то не подобавляли левое. Но здесь пока что все то же самое. Очень радует глаз, сильно. Подумаем, что здесь будет по мете, потому что, ну, вот, на первый взгляд я это все уже оценил. И мне кажется, что это прекрасно. Мне кажется, это прекрасно. За исключением пары моментов, которые я называл, 9 из 10 пока что можно точно поставить. Поэтому давайте уже переходить дальше и подумаем посерьезнее. Хочу для начала посмотреть бусты и тайминги. Поэтому сейчас давайте бусты все проверим. Так, ты пикай на широком. Вообще, как это вообще выглядит, если ты не знаешь? Ну, формально прицел так на башке, а так, когда ты подсажен, он, ну, на тело становится. Ну, ну, вообще, вообще вот так будет стоять мид с КТ, вот так вот. Понял. Давайте теперь в сайде все бусты проверим. Селф-буст понятно. Сюда, наверное, можно запуститься или нет? Или там никак не забустишься. Ну, да, тут не забустишься. Как тут забустишься? Нет, почему? Втроем. А, ну, может, прыгнуть. Ну-ка давай. А, ну да, да, чуть-чуть. Ну да, втроем можно. Ну, это, бля, так... А, нет, тут нельзя. Тут Skybox. Лол. С одного не запрыгнешь сюда точно. Эти ящики здесь сделаются просто. Пострыгните, да, я вам говорю, ребят. О, не байд, да, фхак. Ну, это прям тренировать надо будет. Типа мы одновременно прыгаем, да? Ну, да, это нормальная тема, но это за атаку. Это типа за атаку можно будет делать, за защиту. Да, потому что потом... Туда допрыгнуть нельзя, интересно. А мне не хватает, да. Встаньте сюда кто-нибудь. Атака, атакующий кто-то. Да, сюда можно запуститься за атаку и за защиту, соответственно, тоже можно. Но это тупая позиция для защиты. Ну, хотя бы фэнгл, в принципе, но, блядь, одна флешка вот такая. Ну, вот, кстати, а из серии антифлаж позиции на этот. Ну, да, но там взят за вскрики должен человек играть. Слушай, а еще знаешь, я хотел проверить урон. Он через железяку и без. Встань по центру прям. Я тебе в тело отдам одну пулю так. Сколько? Ой, 22, 22. А вот так? Так, было 78, 64. Нормально. 14, бастер, математика сильная. Серверами занимаемся. Ну, не сильно снижает урон железяка, кстати, нормальная тема. Здесь так же, как эти помогают. А, нет, подожди. Да, тут тоже можно. Ну, это, блядь, тоже такое себе, конечно. Короче, нельзя только вот на этот. А, на этот залететь я мог. Подожди, а почему я там не мог запрыгнуть? Давай еще раз проверим, кто там со мной два раза прыгнул. Давай попробуем. А, сюда тоже можно. А почему у меня выталкивало в прошлый раз? Может, я сюда, по идее, можно перепрыгнуть уже сюда. Ну, и, соответственно, на левый и на миду тоже можно. Ну, тут, да, тут два. Тут сколько? Три человека надо тоже, да? И я такой, оп, здорово, я блядь. Ну, типа, внезапненько. Ну, да, эти бусты, это прям имба, конечно, но тут минус в том, что половину надо втроем делать. Не знаю, насколько это будет использоваться. Это, скорее, как заготовка какая-то на один-два раунда. Мне кажется, они еще переделы. Ну, вот, опять же, да, то есть, тут только на один ящик есть салт-буст, не знаю. То есть, тут хотя бы сделать как-то ящики, чтобы можно было с одного чела запрыгнуть. Нет, ну, с одной стороны, да, бусты по три человека. Нужно учитывать, что здесь, по сути, мид и аплент одно и то же. То есть, один сайт такой считается. И здесь можно тупо забустить мидера на первом тайминге и потом уже пойти на это играть. Ну, опять же, здесь по сетапам как? Здесь обычно, я же говорю, играют, ну, играли, по крайней мере, типа, два окно часто играют. И один б, либо два окно без б играли. На а обычно минимум два человека с мидом, понятно, иногда и три, если а душат. Например, сквики, коты и мид. Один окно и один б. Вот так, ну, то есть, такие сетапы. Вот, тут на б, на б, например, почти везде просто салт-б... Да, на б везде сам запрыгиваешь, как на инферниче. То есть, тут ничего особенного. Я хотел именно бусты на а проверить. Давай сетирь, знаете что, давай сетирь тайминги. Посмотрим, сейчас фристайм поставлю. Короче, меня первое, что интересует, атака. Бегите на ноге через кишку в этот. Сейчас, в другом, вход в кишку. А слева ты там пробегаешь со спауна, на лево, у нас будет упасть. Я сейчас хороший спауна. Давайте непримерно, давайте вот точно. 33 у нас было. Давайте посчитаем, за сколько вы выйдете. То есть, мы, допустим, поджимаем коты. Коты потом посмотрим. Ну, флешечка, понятно, дефлотненькая какая-то. Так и пикали, потом распики пошли. Ну, это жестко слышно, конечно. Ну вот, 20 секунд ровно. Ровно 20 секунд. Хорошо, а можете сирикаты на ноге выходить? Я хочу сравнить со старым тусканом, потому что на старом ты успевал за КТ выйти в грампу прям под флешку. Да, мы чуть раньше. Мы чуть раньше приходим, поэтому на флешку надо глубже. То есть, дайся-ка я гляну еще раз. Вот, сейчас. Нет, раньше чуть-чуть. Да. Примерно. Не, ну вы что, вы отвернулись бы от нее жестко? Разве? Ну, ее слышно. Ее слышно. Я слышно. Я понял. Ну, короче, тут самое главное в том, что мы коты все-таки немножко раньше занимаем. Но, подождите, по респам еще непонятно, первая, вторая там, на самом деле. Но, в целом, насколько я помню, опять же, даже 1.6, там коты все-таки выходили раньше КТ немножко вот на такой угол. Так что, господа, да, можно будет такие поджимы мутить. Хорошо. Давайте еще тайминги глянем на Б, на миду. Экскьюз, давай пушим мид, вы идите в квадрат. Не с А, с Б, как бы, в квадрат. Ну, так чисто, собственно. Я, я видно, я слышно. Ну, это понятно. Не, это понятно. Я просто ее дал. Они уже вы здесь отстоят. Да. Ну, то есть, мы, мы не идем так, мы просто сразу вот такой выпад делаем просто и все. Я оказываюсь раньше, чем вы тут, как я и сказал, вот тут. Да, они уже квадрат заняли. Можете сейчас пойти ко мне под окно-то, да? Потому что вот тут, по-моему, тут, по-моему, не особо с 1 на 6 совпадает, потому что, по крайней мере, сам шорт ты успевал занять обычно. Но если медленная игра, тут под флешечку, под такую вот хорошо можно пушить. Оп, она прям вылетает туда. Окей, тогда тут вы раньше, тут вы раньше. Ну, и на B, очевидно, вы должны раньше не приходить. Понятно, что. Ну, слушайте, тут почти равно опять мы встречаемся. Прикольно. Фасты на тускане, конечно, интересные будут, на самом деле. Да, первый тайминг, первый бежит, второй. То есть, на A атаки не очень по фасту, а вот B, мид и все остальное прям кайф. Тут все Skybox открыты, здесь флешки еще накидывать можно спокойно, то есть будет. Где? Здесь Skybox открыты. Ну, это странные какие-то флешки, нет? Да. Нет, я про то, что вот так вот. Ну, смоки скорее. Как? Ну, смоки. Нет, ну, флешка сюда, куда она бы на... Так, наверх, если можно накинуть только. Можно. Насколько она флешит, сейчас я гляну, подождите. Уфлайр, да. Допустим, я бегу в этапке, да? А ее не видно, она задерила, отрывается, кстати, но она снипит как очень хорошо. Да, имба, имба, имба. Ну да, это имбовая флешка прям. Смотрите, Skybox на B открыты. Можно смоки посмотреть вот над этой крышей. Там же дохера всего можно раскинуть, наверное. Там дохера смок... Ну, вот, например, вот все, встаешь, кидаешь... Подожди, а вот, окей, подожди, а вот, извиняюсь, что перебил. А с T-спауна вообще долетит туда, например, я вот так кидаю еще. Сейчас я вот так хочу посмотреть. Тут нет Skybox, я понял, отсюда ничего не кинешь. Тут опасно, конечно, шорт, его смочить, наверное, надо. Так, тут, если что, подходим к этой стене и в правый угол зеленого, и оно ложится хорошо. Вот так. Да, ну тут в любом случае какой-то ванвейк обык. Ну ты слишком глубоко прям кинешь. На А я смотрел раскиды за атаку. Там, конечно, все очень гнусно, потому что очень высокое здание, и это прям говно. То есть я вот только нашел смочок, этот вот с квадрата на А. Как его назвать? С площади, короче. Такой смочок я нашел. Тут оп, выпад, выпад. Ну вот, этот смок залетает отлично у меня. Он один перекрывает все А, на самом деле. Не смок нашел. Но там кое-какое полгодицы. Просили же ничего не кинуть. Так, я это. Так, все, я смог в КТ нашел. Сейчас будем, сейчас будем экскьюз смотреть, что ты там находил. Еще раз. Нет, ты просто понимаешь, надо ориентиры искать снизу, чтобы ты садился и равнялся снизу. Вот эта маленькая черная точечка, например. И потом вот так в стекло. Он залетит так. Во. Из W, да? Из W. Ок, да, это антипуш. Точнее, чтобы на банан зайти. Нормальная тема. Ну да, мы пытались найти в окно, но пока не нашли. Хорошо, и на B у нас что-то еще было? Еще, по-моему, нет? Сейчас вообще идеально. Сейчас вообще перфект, перфект. Хуя на. Окей, это тоже плюс. Это тоже плюс. Ну что, парни, побегали, поизучали. Первые впечатления были чуть-чуть получше, потому что, ну, все-таки смущают эти все высокие здания и скайбоксы. С другой стороны, эта карта реально похожа на какой-нибудь второй кэш, где нужно, вот, по крайней мере, на один смок, который я вам показал, его, ну, довольно-таки достаточно, да? На B можно больше раскидать, это все будет искаться, но я думаю, при этом еще пару скайбоксов должны пофиксить, ну, потому что, вы сами понимаете, ну, вот это непонятно что и почему. Но в целом, карта очень прикольная, по-любому будет еще дорабатываться все эти вот битые текстуры. То есть, я не думаю, что ее в таком виде выкатят, но вообще, в целом, мне пока импонирует. Будем ждать, что с ней сделают, выйдет ли она вообще, тоже непонятно. Но ощущения, наверное, больше приятные, чем негативные. Так что, да, подписывайтесь на канал, на телегу, на выканчу, не пропускайте, ставьте лайк и спасибо, что были с нами. Скоро увидимся, парни. Давайте.